Так, ладно, давайте посмотрим видос БВСа. А теперь скажи... Правда, ты же действительно хочешь быть не мальчиком, а девочкой, да? Мы же, ну, далеко не ради просмотров решили поменять тебе пол, правда весь? Здоровье трудящимся! У меня есть вопрос, да? Вот как вы относитесь к кровососам? Я лично не очень. Но, к сожалению, в нашем мире их куча. И да, я говорю про якобы вот эти вот все семейные каналы на ютубе, где родители высасывают все соки из своего чада. Одни зарабатывают на донатах от тех людей, которые, ну, так сказать, начищают свой световой меч на очередной видосик с купанием в бассейне. Другие же снимают каждую минуту жизни своих детей, из-за чего, на вторых, начинают охотиться всякие отбитые манье. А кто-то даже пытается пропагандировать мысли о том, что дети это не люди, а личное имущество родителей. Но, как бы... Я считаю, на самом деле, что вот вся эта тема с мистером Максом детская губительна для детей. Даже не детей, которые это смотрят, а детей, которые в кадре находятся. Потому что их везде узнают, да, то есть у них не будет обычной нормальной жизни, обычного нормального опыта жизни социальной. Потому что они вот изначально там привыкли, то, что у них слава какая-то есть, да, прочее. Представьте себе мистера Бакса там в 30 лет. Да, у него будет дохуя денег, но у Макалея Калкина тоже дохуя денег было. Ну, вспомните, что с ним там происходило очень долгое время, когда он повзрослел, вырос из этих детских ролей. И как в итоге это на нем отразилось? Это ж полный пиздец. Типа, дети-звезды, это всегда плохо. Особенно, когда там родители полностью управляют твоей жизнью, потому что ты их самый ценный актив. Банально, потому что они на тебе деньги зарабатывают. Это вообще полный пиздец. Мне очень-очень жалко, на самом деле, этих детей. Потому что то, что начиналось, возможно, как семейный блог, стало просто бизнесом. Печально не было? Все это даже рядом не стоит по уровню мерзости с каналом Саконе Джоли. После сегодняшней истории вы, как и я, искренне захотите просто взять и вы***ть в окно. Ибо мужик ради просмотров и бабла, ради развития своего детского... Лучше без денег клеем сторчатся же за ацку в А-47. Кстати, да, да, альтернатива — это быть нищим. Ладно, буду снимать своих детей, так уж и быть. ...канала и ради хайпа поменял пол своему ребенку. Короче, сегодня мы снова берем, открываем вот этот вот портал в ад и погнали! Тут необходимо уточнить, что история, на самом деле, да, начиналась довольно-таки банально. Изначально семейная пара создала свой канал и выпускала, ну... Кстати, вы знаете историю пацана, который играл Энакина Скайуокера в первом, ну, в первом эпизоде «Фантомная угроза»? Чуваку... Ну, короче, фильм многим не понравился. А пацан, пиздец, он был счастлив, что он получил роль в «Звездных войнах». Он там, ну, ну, пацан маленький был. Ну, реально малютка, блядь. То есть, отыграл Энакина Скайуокера. Вот. И люди, фанаты, которые пиздец захейтили первый фильм, они начали вымещать на нем свою ненависть. Его гнобили в школе, гнобили на улице, гнобили, блядь, всю его жизнь. Они довели его до психического расстройства. Он, по-моему, в психушку попал или что-то подобное. То есть, его реально загнобили просто фанаты «Звездных войн» и сломали ему жизнь, блядь. Чтоб вы понимали, что происходит иногда с «Детьми-звездами», если там в каком-то фильме, который людям не понравился. Это вообще... Это полный пиздец. Я когда смотрел биографию этого чувака, это же реально человеку просто... Ну, взрослые люди, которым фильм, блядь, не понравился, они просто чувака загнобили до конца его жизни. Крайне обычный вид. И он, по-моему, да, подсел на наркоту или типа того этот пиздец. Видео, такие, как, знаете, там, типа семейные влоги, распаковки и реакции детей на разные вещи. По-типу, вот, а что будет, если... А, актер Джаджа Бинкс, это вообще пиздец, там, бедолага. Ну, благо, его внешности не было в фильме, но... ему тоже досталось очень сильно. Показать ребенку, там, не знаю, вторую часть «Пчелиной войны». Также отдельной рубрикой у них всегда было, знаете, вот это вот одевание своих детей в различные брендовые костюмчики. По-типу, да, а вот тут мы оденем пацана вот в эту брендовую футболку, а вот тут какие-нибудь кроссовочки покруче. Причем, главной их на тот момент фишкой было покупать именно брендовую одежду, но за низкую цену и сравнивать, какой шмот лучше. Типа, вот какой выглядит шикарней, да? Тот, который вот прям привезли к ним через все таможенные сборы и через добавление, там, процентов от продавцов или, ну, вот те, которые пришли напрямую, там, из Китая, прям, с завода. И думаю, ну, нет особого смысла объяснять, да, что качество абсолютно одинаковое, потому что, что Nike тут, что Nike Time, что, не знаю, что какой-нибудь Reebok тут, что Reebok там, это абсолютно одинаковые шмотки. Просто одни были куплены в магазине, а вторые были привезены напрямую из Китая, с завода, от тех самых детей, которые бедные штамповали эти кроссовки. Но сам факт, что, как бы, одежда полностью одинаковая. Но уже тогда контент вот этих вот блогеров, конечно же, критиковали, и это абсолютно логично. Их критиковали, как любой детский контент, ибо это, в любом случае, эксплуатация детей и абсолютно полностью потребительское отношение к ним. Даже если в ходе заработка вы, типа, как-то там тратитесь на какую-то там одежду. Покупать одежду детям, это вообще, как бы, тема стандартная. Небе, вааа. Но, вот эти замечательные родители, они все равно еще пытались, знаете, с... А, и у этого контента большинство зрителей это педофилы. Да. Да, педофил Гейт на Ютубе, блядь, как же он был огромен. Ну, хорошо, что Ютуб реально с этим разобрался. Нам YouTube for Kids вот эту вот всю хуйню ввели, но, блядь, какое же огромное педофильское сообщество где-то пиздец. Создавать образ таких вот, типа, добреньких людей. Я думаю, что теперь оно полностью перебылось перебралось в этот чат. Хотя, ну, по факту, снова же, уже тогда им было пофигу на мнение детей. Они хоть и говорили, да, что мы все это снимаем, только согласие малых. Ну, почему-то, ну, реально, да, всех интервью, дети... Малые не могут давать согласия ни на что, блядь. Всегда говорили, что они не хотят сниматься в этом гов... А вам нравится каждый день сниматься видео родителей? Каждый второй день? Да, и в целом нужно понимать, их родители это... ДУРАК! И второй... ДУРАК! Ибо... Ну, я не понимаю, как можно на серьезных щах прикрываться согласием детей? Во-первых, они против, они прям орут об этом, говорят, нет, мы не хотим. А во-вторых, ну, даже... Да-да-да-да, типа, дети младше 18-ти наебывают YouTube и пишут, что им 18, и в итоге смотрят долбоебов вроде меня. А настоящая аудитория YouTube Kids это педофилы, лол. Если бы дети были и за, да, ну, в силу их возраста, они же не понимают, куда лезут и на какой буллинг и на какие опасности они себя обрекают. И задача их оберегать, это именно ваше дело. Вы блогеры, престарелые, ёб... Но родителям было абсолютно пофиг. Они всегда крыли это, знаете, такими максимально странными отмазами, по типу, «Да, возможно, мы, конечно, зарабатываем на детях, да, возможно, их буллят в сети и потом докапываются до них на улице, и да, возможно, на наш ролик с***ривают педофилы, но мы же с этого лутаем бабки, ёпта, и обеспечиваем детей, так что... Я действительно беспокоюсь об этом, но тогда вы не сможете защитить своих детей от всего. И всегда найдется хулиган на школьном дворе или кто-то, кто скажет что-то негативное, будь то в комментарии онлайн или в реальной жизни. Это если это самое худшее, с чем им приходится сталкиваться, так тому и быть, понимаешь? Как будто в мире происходит так много вещей похуже, что я просто считаю, что им повезло. Короче, им реально было, ну, абсолютно пофигу на, так скажем, основную часть твоей аудитории. Бля, прикиньте, вот вы выросли, он 25, и вы подходите к отцу и говорите, «А ты же реально сука уёбище на мне заработал, ебать, сколько денег». Сука, хуй сос, ёбан эксплуататор. Причём, в таких семьях, вот на самом деле самое печальное, возможно, это начинается как альтруизм, ну, не альтруизм, как это, блядь, называется, ну, типа искренне что-то там, и семья радуется, влоги какие-то, мы вот туда-то поехали, там прочее, но потом они видят первые бабки, и начинается вот этот вот сериал под названием «О, а сегодня мы решили съездить вот туда-то». А потом внезапно начинают падать просмотры, и тут папа такой, блядь, а давай-ка нам этот, продолжение сделаем, и, блядь, делают ещё сестрёнку, или что-нибудь ещё. То есть, и по сути появляется ребёнок, который был, был не потому, что там, вот, хотим ребёнка, а потому что, а давай-ка просмотры поднимем, «А вот девочка, а у нас ещё и девичьи будут игрушки, и ты, и вот это такая мерзкая хуйня, если честно, вот это полный пиздец». Моряя, которая смотрела, их вот эти ролики в ванночке, да типа, знаете, им реально было пофигу на вот тех самых ребят, которые вот с кареток, скажем. «На твоё карет по шею много мальчиков смотрела». «По факту, да?» Я думаю, есть какой-нибудь клуб, знаете, как клуб анонимных алкоголиков, а там будет клуб анонимных жертв родителей ютуберов. И там сидят там мистер Макс, там ещё там какие-то чуваки-то. Блядь, меня заставляли кушать пиццу каждый день. Сука. «А это были типичные лицемерные родители, которые лишь только делали вид, что они вот ну на всё согласны ради ребёнка, и всё, что они делают только ради ребёнка». «Я просто хотел подрочить, и тут папа заходит с камеры и говорит, что мы снимаем, я не хочу». «Я вовсе не...» «Я выражу это на ютуб». «Лёгкого заработка бабла». Да и в целом, снова же, как говорили сами родители, «А чё вы докопались? Да, мы снимаем контент с детьми, да, возможно, это контент какой-то там стрёмный, но этот же контент никак не угрожает им, понимаете? Мы ни разу не снимали ничего, что может как-то привлечь, допустим, педофайлов». «Бл***». «Мы никогда не показывали того, что по нашему мнению могло бы поставить их в неловкое положение позже. Мы приняли сознательное решение выставить себя на показ, но у них не было выбора. Так что мы всегда очень внимательно относимся к тому, чтобы не выставлять их в плохом свете». «Родители должны быть осведомлены об опасностях, существующих в мире, и именно поэтому мы не вводим детей в ситуации, которые, по нашему мнению, делают их уязвим». «Хорошо, давайте сделаем это очень быстро. Давайте просто посмотрим, будет ли вечеринка в отеле купания в ванне, первой детской ванночке с пеной для купания двух детей в детской ванночке». «В ванне нельзя плескаться». «Это первое купание ребенка». «О боже мой!» Это на самом деле еще более мерзкая хуйня, потому что многие родители ютуберы, они прекрасно понимают, что большая часть составляющая это педофилы. Немалая, скажем честно. Если вы зайдете на какие-нибудь каналы, посвященные маленьким девочкам или еще что-то подобное, вы заметите, что самые просматриваемые видосы это видосы какие-нибудь там из бассейна, или «Сегодня мы моемся в ванной» или какая-то такая хуйня. Типа, понятно, не на всех каналах, но некоторые родители заходят вот настолько нахуй далеко. У них целые плейлисты, блядь, с этим есть. «У них есть около сотни видеороликов только о купании». «Так, я думаю, вы уже понимаете, это были типичные родители вот этих вот детского канала, которые являлись теми еще меркантильными созданиями, которые были способны на что угодно, если это было и на кайпе, и приносило им бабки». «Причем эти...» «Не, просто, по-моему, там был большой скандал с этим. Я тогда видосы про это смотрел. Был чувак, который, ну, прям пытался YouTube доебать этим очень сильно и донести это все до спонсоров YouTube, чтобы они заставили YouTube что-то сделать. YouTube, по-моему, в тот раз что-то действительно сделал, и эта хуйня... Ну, эта проблема, она стала значительно меньше, потому что тогда под эти видосы можно было зайти, там буквально в комментариях, ну, типа, можно было почитать, что за люди, типа, это пишут там. И плюс, это же не просто там педофилы были. Там и всякие охотники на детей были, там, типа, вот, если хотите бесплатный iPhone, там, позвоните мне, вот это вот все. То есть, там был полный пиздец. Это был кромешный ад, нахуй. Люди еще вдобавок нагло врали. Для них, в принципе, на пи*** было, как нифиг делать. И простите, но, на мой скромный взгляд, за такое отношение к ребенку и к своему каналу они должны были получать не миллионы, а поебалу. Это прием питона, не трогай меня, бля. Но все это было еще ну плюс-минус терпимо, пока не настал тот самый момент фикс. У всего мира резко начала ехать крыша на теме гендерной идентичности и непоняток там, кто какого пола и кому нужна сосиска, а кому не нужна. На тот момент каждый, не такой, как все школьник, начал танцевать под эту шизо-дудку, чтобы казаться, типа, более таким толерантным, крутым типом, ну, короче, вот этим, знаете, бомбезным, не таким, как все. Я слышу британский акцент. Великобритания это ад на земле, нахуй. Никогда не езжайте в Британию. Вот, знаете, вот, ну, есть многие вот карикатуры толерантности, там, толераста, вот это все, типа, постоянно говорят, потому что там вот в Америке ты не можешь там черному сказать вот это вот или что-то такое, тебя там посадят. Короче, ну, с точки зрения Америки это, как правило, стереотипы. Британия это буквально ад на земле, в котором все эти стереотипы это реальность. Там реально есть статьи за хейтспич, там реально есть все это, и вот эта вот хуета это просто пиздец, блядь, в Великобритании. Там люди оттуда бегут, нахуй. И, видимо, именно тогда у родителей созрел вот этот шизоидный план для жесткого хайпа. Типа, я не знаю, мне кажется, Великобританию, вот Великобритания как таковая, если она в какой-то момент исчезнет, никто вообще не напряжется из-за этого. Только пацанов из Топ-Гира нужно забрать, вот мужики из Топ-Гира переправите куда-нибудь в Германию, и в какой-то день Великобритания исчезнет, всем так хорошо будет, блядь, вот, вот, будет замечательно. Вот только пацанов из Топ-Гира, потому что они, ну, реально пиздатые, то только их, только их. Они приступили... Ну и может, пару Джеймсов Бондов. ...пили к плану по смене пола своим ребенком. И знаете, что хочу сказать? Ну, спасибо, хоть что на хайпе борьбы с Россиемом они не решили сделать из него, так скажем, Black Baby, я рад, что они пропустили хотя бы эту хайповую тему, потому что помните, тогда, как говорится, даже в GTA для хайпа убирали расизм. И в принципе, ну, с тех пор все... Гикук уже давно в Японию переехал, по-моему. Пытаются от него, так скажем, убежать от этого расизм. Но, разумеется, так как нельзя было сходу взять и родителям запостить видос о том, что типа, все, теперь наш сын это дочка и будете ставьте лайки. Они решили для начала на хайпе вот этом... Ирландию, Ирландию можно оставить. Ирландию можно оставить. Ну, блядь, Англия нахуй не спасти вообще. Вызвать жалость своему каналу. Знаете, прекрасными сказками о том, что, знаете, тактопатия в детстве страдал от того же, от чего сейчас страдают многие, да. Он тоже не мог понять, зачем он вот эти два сантиметра в штанах... Пиддипай швед, но он долгое время в Лондоне жил. Если приятнее, когда у него два сантиметра сзади... Сейчас все так активно начали обсуждать гризис гендерной идентичности, да. И я хочу поддержать всех тех людей, которые не могут понять, кем они хотят быть, с кем они хотят быть, так скажем, да. Я, на самом деле, тоже в детстве, когда заходил в школьный туалет и смотрел на мальчиков, писающих там, но я не мог понять, я хочу ли, чтобы эта штука тоже была у меня между ног, или я хочу, чтобы их штука была во мне. На самом деле, мальчикам живется действительно очень трудно. Я понимаю желание многих парней менять пол, особенно там лет в шесть. Мальчикам куда чаще приходится становиться объектами насмешек и издевок. Ах, да, мое любимое занятие. ТРОУЛЯ! Короче, в этом видео... Я бы никогда не хотел стать женщиной. Вообще никогда бы не хотел. Ноль желания. Видео, мужик, ну, крайне странно рассказывал о том, что, ну, знаете, вот у него тоже в детстве очень сильно напрягал его шланг. Ибо, вот он когда бегал голенький по дому, его тоже, это, сосиска по пузику... Гей-инструктор из НАТО, а чё ты докопался до педофайлов то, что они тебе плохого сделали? Или ты себя, алиби, так пытаешься выбить, когда выяснится, что ты приставал не мальчикам, а к девочкам натурал? Хлопало и мешало его думать о своей гендерной идентичности. Он вообще не мог понять, нафиг ему этот барабан нужен. И давайте скажем прямо, ну, это было крайне кринжовое видео, ибо на тот момент, я не знаю, видимо, может быть, люди еще не знали, как правильно, так скажем, понимать и поддерживать все вот эти... Короче, из того, что я понял, из того, что я понял, я пытался разобраться в этой теме, потому что я в свое время увидел в мультфильме последнем про Человека-паука, вот это, через вселенные, там у Гвен Стейси в комнате висел флажок трансгендеров, и там было написано «Защитить транс-детей». Я все пытался понять, что такое транс-дети. Типа, ну, окей, я примерно понял, что такое трансгендер, что такое транс... Транс-дети, я все пытался это понять. Я не понял. Я очень много про это читал. Насколько я понял, типа, в какой-то момент в Америке считается, что, типа, ребенок, он как будто бы некомфортен в своем теле, и поэтому ему начинают давать медикаменты, чтобы остановить пубертат. Они так называются, по-моему, пубертат-стоперы, чтобы потом, когда он уже будет в совершеннолетии, он смог совершить трансгендерный переход более гладко. Я когда это читал, я, блядь, думал, типа, это, наверное, ну, блядь, шутка какая-то, что-то типа, что это за хуйня, что за хуйня читал. Ну, нет. Это, это, типа, воспринимается всерьез. Это, 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 это пиздец. Я, конечно, на ютубе сейчас, я не буду выражать полный спектр своих эмоций, но, я заметил закономерность, то, что подобная хуйня происходит, как правило, у одиноких матерей, здесь, с детьми одиноких матерей, матерей, как правило, очень либеральные наклонности, которые очень любят этим хвастаться среди других матерей либеральных наклонностей. И я понял то, что есть большая проблема с тем, что отцы, отцы часто уходят из семей. Я понял, что эта проблема, она вышла за все рамки, блядь, потому что реально оставлять своего сына женщине, чтобы она с ним делала такое, блядь, это пиздец. Вот не такие, как все. А может быть, тип даже тупо угорал, я хуйня знает. Тем не менее, это был их первый шаг в ад. Вторым же стало удаление всех видео и публикации в ТикТоке истории о том, что они на самом деле так-то поняли важность личных границ своего ребенка и больше, оказывается, не будут ничего публиковать. Прикиньте. Я понял, что мы делали не совсем правильно свои видео. Я понял, почему... Не, ну, тут важно понять, кто, кто виноват. Либеральная повестка? Отцы, которые съебывают из семей за молоком? Или матери, которые, оставшись матерью-одиночкой, пытаются найти какое-то одобрение со стороны общества? Мне кажется, что виноваты отцы. Я понимаю, это, это сложно. Это очень. Сейчас будет такой момент, мне придется из этого выворачиваться, потому что все знают, что я сексист. Но я, в принципе, считаю, что доверить одинокой женщине ребенка, особенно, там, блядь, наклонствия, это вообще полный пиздец, особенно в Америке, блядь, это, блядь, домохозяйки ебнутые, нахуй. Я считаю, что любой мужчина должен иметь ответственность за то, куда он, блядь, сует свой хуй и понимать, насколько психована та или иная женщина. И если отец оставляет ребенка с подобной женщиной, то, блядь, это, ну, дерьмо, а не человек, нахуй. То есть, как бы, ну, женщина уже априори, типа, понятное дело, с ней там многие вещи не так, но, блядь, ну, если, ну, типа, чел реально оставил своего там сына с подобной тёлкой, блядь, мне, нахуй, ноль сопереживаний этому долбоёгу. Такой жёсткий хейт в нашу сторону, я понял, откуда хейтеры, так сказать, готовили на нас нападение, и мы больше не будем так делать, потому что дети для нас важнее, чем любые наши видео на ютубе. Но, как бы это сейчас комично не звучало, видосы пропали на 3 дня, ибо потом, но они вернули все видео в открытый доступ, ибо их, ну, массово начали просить это сделать, а, видимо, личные границы ребёнка оказались куда менее важны, чем пару тысяч баксов. И новая бибика, блядь. Я всё ещё гей. Сразу же после этого они на канал начали публиковать довольно странные видео, где начали, знаете, ну, прогревать свою аудиторию прекрасными историей о том, что они, вообще-то, обожают своего сына, и в любой ситуации будут его поддерживать. Так, они заметили, что их сын, внимание, очень сильно любит розовый цвет и играть в куклы. В связи с чем они поняли, что их сын хочет быть не мальчиком, а девочкой, и они его будут поддерживать. Ладно, мы спасём три музыкальные группы. Три музыкальные группы можно спасти. Какие британские музыкальные группы мы спасём? Ну окей, давайте спасём Битлз, или кто там у них, блядь, я не помню уже, ну это, Элтона Джона надо спасти обязательно, я считаю. Слипкнот, Радио Хэт, не, Радио Хэт, блядь, пусть, пусть тонут, нахуй, нахуй Радио Хэт, блядь, нахуй, ёбаный Радио Хэт, Радио Хэт мы не берём, блядь, ну сука, душные, блядь, печальные долбоёбы. Ну даже не шучу, это реально, ну практически их цитаты. Гориллаз, окей, Гориллаз, ладно, Гориллаз, Гориллаз, ладно. Я не знаю, что это за шаза. В целом, если вы послушаете, ну самого ребёнка, вы поймёте, что там батя ёбаный, который реально просто решил похайпить на сыне, да, публично выставляя его вот каким-то татаранцем на миллионы просмотров, я не знаю, как это назвать. Когда она рассказывала мне, как раньше у неё были бессонные ночи. Оксимирон, Оксимирон, да, Окси, Окси надо спасти, а то он строит нам город под подошвой. Потому что она посмотрела видео о половом созревании и подумала. Роллинг Стоунс, блядь, а чё столько пиздатых британских групп, я думал, они все американцы. Неужели у меня вырастут волосы на лице? Но я не хочу быть девочкой, потому что тогда мне придётся рожать детей, а это больно. Серьёзно, мне абсолютно накекать на тот бред, который, может сказать, ребёнок в силу возраста. Все мы там лет в семь, восемь, такой хребень могли бахнуть, просто в дурку забрать, это было бы не грех, на самом деле. Но, косяк именно в бате, понимаете? Ну какого фига? Ты, старый гонданьон, ты, показываешь своё чадо на свою огромную аудиторию. Причём, снова же, главное в интервью... Ладно, короче, спасаем Оксимирона. Не, Квинн мне спасаем, Квинн мне спасаем, там уже всё. Блэк Саббат и Роллинг Стоунс. Всё, ну на этом всё. Но они, блядь, они старые, они сами уже скоро сдохнут. В интервью, да, он рассказывает сказки о том, что они переживают за ребёнка, ибо оно вдруг его будут булить в школе, и в целом интернет это такое опасно. Не, Гарри Поттера не спасаем, он открестился от Джоан Роллинг, который они признают трансженщин. Недавно он, ну этот, Эндрю Гарфилд, а не, не Эндрю Гарфилд, ну короче, этот чел, который играл Гарри Поттера, он сказал, что вообще, блядь, с ней не общается, пошла на нахуй. Красное место и бла-бла-бла. Так что, он уже заражён британским вирусом, его уже не спасти, его уже не спасти. И именно тогда я начал думать, что возможно пришло время не только при... Роллинг, мы должны спасти Роллинг, пацаны, мы должны, мы должны спасти Роллинг, она нам хорошо запатит. прекратить это делать, но и как бы стереть это из памяти. Я люблю своих детей больше, чем свои видео на YouTube. Я просто хочу дать им возможность самим рассказать историю своей жизни в интернете. Ну, параллельно вы сами же показываете его лицо на весь мир и кричите о том, что вот он объект для насмешек, ну вот он, начинайте угорать и унижать наши чады, чё вы, главное денег нам скиньте. Причём, ну вот обратите внимание, да, как батя отреагировал на тот момент, когда сын сказал, что он на самом деле ну не хочет быть девочкой. Но я не хочу быть девочкой. Но я не хочу быть девочкой. Иди на... Оставь лайк, если согласен. Да батя блять растерялся, я только почую, что сейчас, возможно, он спалится, что сейчас, возможно, люди поймут, что это тупо хайп на ребёнке, а не какая-то там забота и поддержка. Но я не хочу быть девочкой. Бля, вот, насколько нужно быть уёбищем, вот чисто вот по-человечески уёбищем, как отец, ради там просмотров прочего и своего сына, вот реально вот настолько вот играть с его жизнью, там, с его генами, вот этим всем, там, пичкать его препаратами. Блять, это... Нахуй, для меня это... Ну, просто омерзительно, не знаю, вот чисто по-человечески. Кстати, о трешаке. Подпишись на мой тег-канал, если любишь папу. А там, кстати, будут все доп. материалы к видео, и в целом я покажу, не знаю, пусть я будет х... И именно в тот момент, пока батя публиковал кучу, ну, типа, милых видео со своей якобы дочкой, народ начал возмущаться, ибо это было, ну, явно не желание ребенка, это было нечто навязанное именно родителям. В целом, чтобы вы понимали, там, ну, родители настолько шизы. Да, вот, вы серьезно, вы сейчас задумаетесь, вы прям вникните. Батя с мамой там настолько шизанутые, что они... Поздравляю, Никита Бурбун. ...нимают всю жизнь своей вот этого транссына, я не знаю, как его назвать. Они даже, когда он ложится спать, стоят рядом с камерой и постят контент о нем. А кто не ложится спать? Кто самый последний? Папочка, потому что он ложится спать в 11 и всегда смотрит на меня, не сводит с меня глаз и фотографирует меня. Ты зачем планету развращалась? Я бы ловлю хуй тебе. Тут, ну, реально, если честно, уже ангелы не спят, они реально ва... сидят и не понимают, что делать, какое окно им прыгать. У этих типов даже есть камеры по всему дому, чтобы не пропустить, ну, ни капли контента с этим невероятным чуда ребенком. Дима не понимали, что, ну, не получится в случае чего еще какого-то ребенка заставить сменить пол, поэтому рубим контент на этом. В целом, немножко покопавшись, да, ну, недолго в их старых видео, уже я довольно легко нашел, ну, вот кучу звоночков о том, что родители... Они, например, прям в видосах говорили о том, что они, ну, не против будут по... бидонька, скажем так, рядом с новым ребеночком родившимся, а старшего ребенка они вообще кормили глицином, чем... Поэтому, ну, я не удивлен, что эти создания без капли совести хайпят на видосах по типу «Вот, моя восьмилетняя дочь меняет свое имя...» Восьмилетняя меняет свое имя и гендер трансистория. Чего, блядь? История девочки и трансгендера, блядь. Причем, ровно в этом же видео ребенок рассказывает о том, как сильно он переживает из-за того, что вот он поменял имя, да, в связи с сменой пола на женское снова же. И как сильно он переживает из-за того, что ему нужно идти в школу, а там его болят. И вернувшись домой, его родители, козлы вот эти, первым делом сняли очередное видео на канале, где ребенка еще и в комментариях зас... Я не знаю, но это у меня истерическое уже. Это какие-то, ну, реально гениальные родители. Я даже не знаю, дайте уже этим родителям, не знаю, премию Дарвина и пиз... Блядь. Я вообще, на самом деле, научил бы их еще магии. Преимущественно батю. Ну, точнее, использовал бы одно заклинание на них, знаете, такое магическое, которое называется КАСТРАЦИЯ! Чтобы вы понимали, насколько это была странная ситуация Даже толерантный запад офигел от этого кринжа Даже сами трансгендеры наполнили комментарии, говоря о том, что Ну, ребят, ну это уже какое-то издевательство, ну это реально неадекватно Я взрослый трансгендерный мужчина Большинство мальчиков-сорванцов и девочек-сорванок вырастают из этого возраста Кроме того, если вам нравятся девчачьи или мальчишеские штучки, это еще не значит, что вы транс Вам нужно терпеливо подождать, пока ваш ребенок подрастет И сможет мыслить и выражать свои мысли более связано Чтобы понять, действительно ли вашему ребенку нужен переходный период Вы постоянно настаиваете на том, чтобы ваш ребенок идентифицировал себя как девочку Вот почему этот ребенок придумывает самые разные имена для девочек Дети очень податливы, и именно это вы и делаете с ребенком Если вы искренне заботитесь о своем ребенке, просто остановитесь У Эдди еще много лет до полового созревания Просто остановитесь, перестаньте заставлять ее выбирать тот или иной путь Просто уважайте ребенка таким, какой он есть, и перестаньте извлекать выгоду из своего ребенка И вот серьезно, ну что вы думаете? Вот спустя столько времени хейта и попыток донести до родителей адекватность Вот ну что они делали? Вы сейчас оху**ете У них теперь два транс ребенка, с которыми они снимают видео, а-ля как у мистера Биста Типа 24 часа дети едят только вредную еду Блядь У меня истерическое, серьезно Я думаю, вам не нужно объяснять, да, что это как-то, ну, максимально новый поступок И знаете, как если бы вы попросили друга спасти вас от насильника, а он заставил вас сосать И если у вас сейчас сложилось ощущение, что ну там явно во всем виноват батя, мама просто жертва То нет, увы, блин, но нет, там вообще адекватных нету Короче, на данный момент у них есть четыре ребенка И из них остался только один пацан, который против того, чтобы, ну, он потерял свою сосиску И мама его почему-то недолюбливает, прикиньте Я никогда не думала, что стану такой токсичной мамой для мальчиков Я одинаково люблю своих четверых детей Но этот последний маленький мальчик просто поражает меня по-другому И сейчас я чувствую, что у меня настоящий экзистенциальный кризис Иначе я не была бы такой мамой, такой токсичной мамой для мальчиков А когда ее начали хейтить за это, она начала снимать сотни видео, где говорит, что, типа Ребят, вы меня не так поняли, вообще-то мой сын, мой любимчик Я у тех трех гондонево недолюбливаю вот этих бессосисочных Пипец, бля Что за выход? Хвохуя, она не говорит, как будто она их усыновляет По статистике, среди всего ЛГБ, то именно трансы чаще болеют ВИЧ и совершают самовыпил из жизни Вот и думайте головой Бля Гайс Будьте осторожны с либеральными женщинами В принципе, блядь, будьте осторожны с женщинами, нахуй Блядь, господи Как же они ищут этой валидации со стороны общества Вот это на самом деле охуенный Охуенная была поговорка Заставь дурака Богу молиться, он лоб разобьет Здесь то же самое, только с точки зрения вот этой либеральной повестки, которая есть в США Потому что, понятное дело, что большинство в эту хуйню не верит Но они понимают, что это обществом поддерживается И они в попытке получить эту поддержку, эту валидацию, это одобрение со стороны общества Они уже там, блядь, однолетнего ребенка готовы трансгендером своего сделать Чтобы их там везде хвалили, чтобы их там печатали во всех газетах И говорили, какие они классные, нахуй Вот буквально заставь дурака Богу молиться, он лоб разобьет Это буквально та же самая хуйня, только заменяем Бога на либеральную повестку в США Это полный пиздец Ситуация, она получила хейт за буллинг одного, и в защиту начала унижать оставшихся трех Это гениально Я, на самом деле, ну искренне не понимаю, как этот канал до сих пор существует на ютубе Я искренне не понимаю, каким образом у них сейчас в комментариях, что и появились спустя столько лет Три года еще прошло Появились сотни поддерживающих вот этих вот родителей Дураков каких-то Я, вы знаете, смотря на этих родителей Заставь Дэдпи купить телевизор, он пикселей сажет, блядина Сразу вспомнил пример других родителей Например, я тоже снимал видос, где батя пранками доводил своих детей просто до жездачайшей истерики Просто до слез, он реально просто издевался над них И вот тогда ютуб тоже просто молча хавал И я не пойму, почему в нашем обществе все пытаются казаться какими-то, знаете, добрыми и толерантными, такими героями Но в момент, когда действительно надо хоть что-то сделать, все засовывают язык в жопу Где-то не в наших полномочиях, они не нарушают никаких правил Вот тот же, да, наш любимый ютуб, который с правилами детской безопасности уже ну реально давно флягой свистанул Чтоб вы понимали, он выдал мне страйк за то, что я вставил мем с ребенком А тут он, ну, ничего не сделал Ему вообще пофигу было, ну спонсируйте этих шизов и спонсируем Мы, чё вы докопались, мы же на этом просмотре зарубаем и рекламируем пепсиколу А примеры реального вот, ну, абьюзинга ютуб игнорируют Да и снова же люди в целом тоже забелих Блядь Спонсируют эту шизу вот своими просмотрами Я не знаю, ну, пепсиколу Какой-то просто пепсиколу Ну ладно, я не знаю, какую мораль вам тут добавить Любите детей, ну не издевайтесь над ними Можете пойти купить ему надежды какой-то Ну не надо это снимать на видосы Зашли в China Fairytale, купили какой-то классный шмот своим детям И всё, одели Ваша награда должна быть их улыбкой А не просмотры на ютубе и будущие вот это вот разрушенное детей Ну ладно, короче, как-то так Спасибо вам за просмотр Бля, знаете, вот касательно либеральных женщин Ну вы знаете, что я либерал, я либераха ёбаная Там этот, ну, релакант, соевый Типа, если бы я когда-нибудь женился Вот, ну, представим, если бы я был натуралом Это была бы самая традиционная расистка, блядь Которая могла бы только существовать нахуй Только на такой женщине я готов жениться Блядь, какая не я, блядь Только, не, либеральные женщины это пиздец, блядь Они с собаками ебутся Котор, снова же, спасибо отдельное бустерам Любимым и родным людям, которые меня кормят Отдельное спасибо вам за арты Я просто обожаю вас Вот, простите, я немножко устал И сейчас у меня дико болит башка после этого видоса Поэтому давайте концовочку И помните, ребят Главное в жизни это семья и дружба Так Я консервативная расистка Да нет, чел Я же сказал это в теории, если бы я был натуралом Бля, ну, конечно, кринж пиздец Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!